Новое видео выходит каждый день в 20.00. Блять, Дэн Сперма, ты занимаешься хуетой. Я твоей маме пожалуюсь, блять. Чем ты занимаешься, нахуй? Четыре дня. Четыре дня прошло с момента этого голосового сообщения от Данте, от Егора Павленко или Павленко. Мне, в общем-то, без разницы. И вы знаете, и после вот этих вот четырёх дней, всё-таки самповский мозг, он додумал то, что нужно написать, и отправил моей маме, как они, почему они, объясню позже, они вот это вот сами назвали письмо. То есть спустя четыре дня после данного голосового сообщения, моей маме приходит письмо следующего содержания. Люди, которые состоят в моей стримерской беседе, ну то есть челики, которые смотрят меня на Твиче, они уже знают плюс-минус содержание данного сообщения, которое было направлено моей маме в 10 часов первого. Ну то есть в 10 минут первого, если быть точнее. И было оно отправлено с абсолютно нулевого аккаунта, ноль друзей, ноль подруг, ноль подписчиков, ноль групп, ни на стене, ни одной записи, да и сама учётная запись была зарегистрирована 12 мая 2019 года в городе, как тут написано, Таллинн. Ну да, чтобы было, так знаете, неприметно, ну да, ну да, ну бывает такое, ладно. Итак, давайте перейдём уже к данному сообщению. Добрый вечер, имя моей мамы. Прошу прощения за столь позднее обращение к вам, позвольте мне остаться неизвестным. Ну как же, Эрик, ты же, ну, известный, типа, Эрик Бертранд. Вы же все знаете этого Эрика Бертранда по имени Данте, по фамилии Павленко, Егор Павленко. Ну я думаю, что вы это все прекрасно знаете. Позвольте мне остаться неизвестным. Скажу лишь одно. Данное письмо о вашем сыне, Данииле Семенищеве. У моей мамы нету никакого сына Даниила Семенищева. У нее есть сын Данила. Прекрасный, образованный, умный, интеллигентный сын, который обращается с мразями так, как они хотят, чтобы с ними обращались. Ну давайте, перейдёмте далее. Как вы, наверное, знаете, у Даниила имеется канал на Ютубе, куда он публикует видео разного характера. Дело в том, что содержание этих видеороликов очень однообразно. А вот тут я немного не понял. То есть, смотрите, у Даниила имеется канал, куда он публикует видео разного характера. И уже в следующем предложении, вот первое слово, а дело в том, что содержание этих видеороликов очень однообразно. Ну то есть, это как бы взаимоисключающие вещи. То есть, вы понимаете, наверное, да? И вот тут я сразу понял, что это писал вот кто-то из амперов. И, скорее всего, это был всё-таки Данте. Потому что таких совпадений, в принципе, не бывает, что вот 4 дня назад Данте мне говорит, что если я не прекращу, то он пожалуется моей маме. И вот спустя 4 дня он жалуется. Но это совпадение, наверное. Да, специально тайминги выждали, чтобы вот так вот всё было. Дело в том, что содержание этих видеороликов очень однообразно. И состоит полностью из матерных оскорблений личности, затрагивания родителей, а также клеветы. Это не пустые слова. Ниже я вам скину скриншоты, а также полноценные его видео. И вы знаете, мои оскорбления основаны на оценочных суждениях. То есть, вот эти вот оскорбления, они абсолютно, то есть, субъективны. И основаны они на оценочных суждениях. То есть, не претендуют на истину. Я думаю, что мы все это прекрасно понимаем. А вот именно клевета, чтобы вы понимали, что такое клевета. Клевета это утверждение того, что вот тот ты или тот человек, он, допустим, дурак, вот та вот шлюха, а вот у того я ебал мать. Хоть это и неправильно. Ну вот это утверждение. А то я ничего не утверждаю. Я высказываю свое оценочное суждение, на что имею полное конституционное право. Ну, мало ли, вы не знали. Далее, его страница ВКонтакте. Также полностью состоит из оскорблений. Он называет это критикой. И то есть, вы понимаете, только вот вся эта конференция, вот вся эта конфа ютуберов знает, что я называю это критикой. И они постоянно меня за это попрекают. Вот я уверен, что вот эта вот часть вот этого сообщения писал именно Владислав Павлов. И в последнее время служит площадкой для разборок с другими людьми, которых он как-то затрагивал в своих видео. Да, ну тут все верно, как бы разбираемся, да, с людьми. Они что-то сливаются, только я не знаю, ребят, ну вы что в самом деле. Зову вас всех в Дискорд поговорить, вы что-то все как один сливаетесь. Ну, ладно, как хотите. На первый взгляд, парень 17 лет, просто-напросто хочет стать популярным. Вот таким интересным образом. Набрать просмотры на видеороликах, пользуясь чужим именем. И тут мы опять видим формулировку Данте, Брулёва и всех остальных. То есть, понимаете, вот эти вот их подписчики, если кто-то будет писать, что это какой-нибудь там активный подписчик, такое написал, во-первых, активный подписчик не смог бы зарегистрировать вторую страницу во ВКонтакте, во-вторых, то есть, ну вот это термин вот прям один в один вот из диалогов с Дантой и так далее. То есть, если хотите, я могу им переслать вот эту всю переписку с Дантой. Но, честно говоря, я считаю, что такие люди не должны оставаться безнаказанными. Ну, блять, подайте на меня заявление в суд за клевету, как вы говорите, но я же клевещу на людей, вы понимаете? Я же утверждаю, что, допустим, а, там, я не знаю, Егор Павленко, Данте, он как бы гей, я же это утверждаю, да, я же, то есть, не высказываю свое оценочное осуждение, нет, ни в коем случае, я это утверждаю, да, в самом деле. То есть, нет, я не высказываю это, значит, именно утверждаю. Да, Данте, все правильно, ты все правильно писал. Сами посудите, он оскорбляет чужих родителей, желает им смерти. Это не совсем приятно слушать тем людям, в чью сторону он высказывается. Думаю, нет смысла продолжать. На его странице в ВК имеются его личные фотографии, в скобочках, если хорошо поискать. А, Данте, да их искать не надо, блять, ну, недавно вышла фотография новая, ну, в самом, ну, ты, блять, как следишь вообще, я не понимаю. Ну, а в видеороликах, я уверен, голос вы его узнаете. Я ничего не перепутал. На самом деле, чтобы вы понимали, микрофон, он, ну, искажает голос. Какой бы он у вас ни был, все равно один в один голос он не передаст. Ну, передаст похож, да, там, плюс-минус, однако, ну, это все равно будет не то. Ну, в общем, ладно, ладно. Имя моей мамы, ну, то есть, как зовут мою маму, я тут не буду это называть, просим вас принять необходимые меры. Спасибо за понимание. И тут пошли страницы ВКонтакте Даниила, видеоролики Даниила. И вот, знаете, вот, перейдя по всем этим видеороликам, то есть, а там были вот конкретно видеоролики с людьми, 100% состоящие в конфе GTA Самп Ютуберов. То есть, это, там, знаете, Нефи, Павлов, Данил Геррера, Лиджи, там, блядь, и вот все-все прочих, Юго Ромера, Данте. При этом, вот в этих вот самых видеороликах, не было, вот, видеоролика там про Зака, допустим, про Сансета и так далее, потому что он просто-напросто в этой вот Самповской беседе не состоит. Был бы это какой-нибудь активный подписчик, прислал бы и Сансета, и всех благо видеороликов у меня пока что не так много. В общем, что я хочу сказать по данному поводу. Чуваки, блядь, вы опустились, блядь, ниже некуда, вы понимаете? То есть, я в каких-то вот этих вот Самповских конфликтах, которые разводите, кстати, первое, вы, я никогда конфликты не развожу, я высказываю свое оценочное суждение, понимаете? То есть, не более того, я высказываю вот оценочное суждение, сформированное из субъективных каких-то параметров и так далее, то есть, абсолютно не претендующее на истину, не абсолютно случайно. То есть, я ни на какую истину никогда, ни в коем случае не претендовал. И то есть, понимаете, если у вас кто-то засветился на канале, то это уже человек медийный. Все, он в медийной сфере. допустим, девушка Брулева, а девушка Данты и прочие шлюхи, в самом деле, шлюхи, вот они, они в медийном пространстве. Опять же, шлюхи, по моему оценочному суждению, не претендующему ни в коем случае на истину. И понимаете, то есть, они в медийном поле. Моя мать, блять, я не знаю, она, наверное, даже не знает, как ютубом пользоваться, ну, в самом деле. И то есть, вообще нигде она не упоминается, никогда, блять, ни в коем случае, блять, нигде, даже близко не мог упомянуть. Однако, эти долбоебы раздобыли страничку абсолютно не медийного человека и написали туда вот это вот, блять, свое письмо. На что вы надеялись, я не понимаю. Блять, вы сами написали, что мне 17 лет. Я уже практически совершеннолетний, и за своими действиями, я, за свои действия, я как бы уже отвечаю сам. И как бы, блять, мать не может мне запретить что-то делать, что-то высказывать. Это ограничение моей, блять, свободы слова. О чем вы, блять, говорите? Ладно, ладно, если бы мне было там 8, 10, 12 лет. Странно, вот если бы вся ГТА сам ютуберов ебал 12-летний чел, ну, ладно, ладно, предположим, что так бы и было. И, допустим, компьютер, микрофон, и все остальное, вся периферия купила бы мне мама, а не я сам. Тогда да, тогда она у меня могла забрать компьютер, пока я там не извинюсь перед всеми вами, перед вашими абстрактными родителями, которых я так или иначе задел, перед вашими, блять, девушками-шлюхами, которые попали в медийное поле, в медийном поле, похуй. Мы, блять, в интернете общаемся, как хотим. Тут нету каких-то, блять, правил, законов и так далее. Ты можешь от соответственности отгородиться тем, что это было твое оценочное осуждение. Парентала, двиссери, эксплитит, ответственность за все, что я тут говорю, потому что все, что я тут говорю, не претендует на истину и является моим оценочным суждением. Все. Абсолютно все. Я не знаю, на что вы, блять, надеясь, к чему, насколько же вы, блять, тупые ебланы, нахуя, зачем? Я просто не понимаю. Теперь мать узнала, что вот, значит, я все это делаю не зря, раз в GTA Sam YouTube есть такие вот ебаные крысы, которые могут вот так вот просто абсолютно немедийному человеку написать во ВКонтакте. Хорошо, хоть вы, блять, еще бы вы, блять, неграмотно написали, она бы вас, наверное, блять, нахуй послала. Я... Ну, просто, ну, в самом деле, Эрик, блять, а Бертран... О! А Эрик Бертранд-то у нас молча удалил свою страницу. Ебать! Ой, блять, не, ну и серьезно. Ха-ха-ха-ха. Бля, я не успел заскринить. Интересно, это можно как-нибудь в апархиве посмотреть или что? Эрик Бертранд удалил свою страницу. Блять, красава. Красава, Эрик, блять. Ой, блять, я просто сейчас сидел на его странице и смотрю, типа, молча удалил свою страницу и страница удалена. Блять, какие же вы тупые дебилы. Какие же вы, блять, дауны. Я не понимаю. Просто пиздец, чуваки. Ой, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Блять, самперы. Потому что вот этот контент, это дико смешно, блять. Вот то, что вы делаете... Это настолько, блять... Я не понимаю... Насколько же нужно быть тупым ебланом, чтобы такую хуйню сделать? Я не знаю, блять. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.